Здравствуйте! Я, Дарья Родионова, расскажу о самых интересных событиях Саратова и области. Творчество Бориса Давыдова искусствоведы называют особенным благодаря необычной иронии. Борьба за металл. В Саратове канализационные люки пользуются особой популярностью у расхитителей. В городе более 40 тысяч колодцев, с которых регулярно воруют крышки. Эта проблема сильно беспокоит местных чиновников. Совместно с правоохранительными органами они в течение недели проводили специальную операцию под символичным кодовым названием «Металл». В результате только в Октябрьском районе закрыли 14 нелегальных пунктов приема металла. Пострадавшие от природных пожаров получили материальную помощь. Каждому погорельцу выплатили около 100 тысяч рублей из федерального бюджета. Всего в результате пожаров в Петровском и Калининском районах пострадало почти 90 человек. Из них свыше 60 утратили жилье, остальные лишились только хозяйственных построек. 6 литров пива и литр водки. Именно столько приходится на каждого саратовца в месяц. В августе этого года в Саратове оптовые компании продали почти 6 миллионов литров пива. В июле эта цифра была меньше на 20%. Водки за август в городе продали 1 миллион литров. Она находится на втором месте по популярности. Столовок вин реализовали в количестве 600 тысяч литров, игристых – 240. Завершают список популярных алкогольных напитков коньяк – 31 тысяча литров и виски – 11 тысяч литров, сообщает Саратовстат. Саратовские аграрии получили 87 медалей на Всероссийской выставке. С 1 октября в Москве проходит 12-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень», на которой предприятия Саратовской области представлены двумя коллективными стендами в павильонах регионы России и зарубежные страны и племенные животные. Всего в мероприятии приняли участие 63 предприятия агропромышленного комплекса «Губерния», в том числе 36 пищевых и перерабатывающих 25 растеневодческих и фермерских хозяйств, научные и образовательные учреждения. Итоги выставки еще подводятся, но уже известны основные ее результаты. Предприятиями региона уже получено 87 медалей, в том числе 44 золотых, 33 серебряных и 10 бронзовых. Переписчиков будут узнавать по шарфу и портфелю. В Саратовской области стартовал последний этап обучения временного персонала в рамках подготовки к проведению всероссийской переписи населения. В настоящее время штат переписчиков составляет около 8 тысяч человек. Переписчики будут ходить по домам жителей региона с 14 по 25 октября. Каждый из них будет иметь удостоверение, портфель с переписной документацией, а также синий шарф с символикой переписи. Больше половины горожан сетуют на дороге, пробке и систему городского планирования. Компания «Ромир» Саратов провела исследование о мнении горожан об основных препятствиях быстрому и безопасному движению в областном центре. В опросе приняли участие 600 жителей в возрасте от 18 лет и старше. В ходе исследования выяснили, что каждый третий саратовец является водителем того или иного транспортного средства. 66% опрошенных не имеет навыков вождения. Мнения саратовцев относительно транспортных проблем разделились в двух направлениях. Первая группа опрошенных основными препятствиями навигации по городу считает плохое качество дорожного покрытия, пробки на дорогах и неудобную систему городского планирования. Эти проблемы являются наиболее актуальными для жителей, лично управляющих автомобилем. Вторая группа убеждена, что проблемы на дорогах возникают по вине самих участников дорожного движения. И водители, и пешеходы, по их мнению, не соблюдают правила дорожного движения. А многие садятся за руль, не имея навыков вождения. И это все новости к этому часу. Хотите быть в курсе? Смотрите события дня на Форпост ТВ.